я такие ощущения первый раз испытал можно понимать что паримся мы пар и пара там нет организм сам подсказывает что уже становится некомфортно это значит что-то делаем неправильно удовольствие если температура 60 и влажность 60 чувствуешь себя комфортно и парение прогревает все тело тело будет углубок прогреваться и поверьте мне будет горячо все по ситуации по ощущениям когда выходите когда не мучайте критические звуки усадь бахтоновская сегодня мы паримся здесь заходов у нас будет пять сделали уже четыре захода сейчас последний крайний самый интересный самый жесткий немножко рассказать держим домики перед куском от снега здесь снег домик делаем из холодных дышится легко но здесь нагоняться потолком очень жестко тем не менее ты чувствуешь себя как бы в комфорте ждем перерыв минут 7-10 и последний заход попарилась пять заходов все супер парилкой хотим металлическая печка но пропарился хорошо мы сегодня посетили усадьбу хлыновскую где познакомились очень замечательным пар мастером дениса саш как твои ощущения после парения я такие ощущения первый раз испытал не думал что можно так попариться в таком духе получить такие такой заряд энергии прямо отдохнул от души все супер понравилось денис ну поделитесь секретами очень много людей забегает в порну и на две минутки попариться и сразу выскакивает и считает при этом что они все это делать все правильно но вы говорите что это не совсем верно а как же правильно и в чем вот самый самый классный момент вот вашего парения в чем секреты вашего парения секреты аренек очень много конечно все это нужно узнать это есть в книжках в интернете это несложно главное нужно понимать что паримся мы пар знаете что такое пар должен идти пар в высоких температурах как правило влажность низкая и пара там нет и мы сухости махаем вениками от этой никакой пользы для организма тоже не приносит прямо столько вред и дискомфорт очень важное правило это комфорт если в парной человеку некомфортно организм сам подсказывает что уже становится некомфортно это значит что то делаем неправильно то есть надо сидеть в парной не напрягаясь да да это должно приносить удовольствие это первое ну и конечно никого вреда не нужно в крайности погружаться температурные какие-то средняя температура 70 60 градусов при хорошей влажности это будет достаточно и это прогреет организм не плохо насколько влажность должна быть чтобы полезные ощущения были есть такое соотношение 120 называется классическое то есть если температура 60 то и влажность 60 если мы ее поднимаем чуть то влажность спускаем это соотношение считается золотой серединой а при нем чувствует себя комфортно и парение прогревает все тело но то есть оно так не скажу если мы в рамках 120 и получается 100 температура 20 влажность это полезно будет нет конечно за 80 за 80 мы не выходим даже сказал за 75 при хорошей влажности этого будет достаточно и тело будет уголок прогреваться можете попробовать когда подкидываешь влажность увеличивается если вам жарко откройте дверь и при наличии хорошей влажности не нужна большая температура будет достаточно 60-70 градусов и поверьте мне будет горячо печники очень часто спорят что же все-таки лучше кирпичная печь металлическая печь чугунная печь в обкладке натуральным камнем или еще как вы сторонник какого направления конечно мне нравится классик но здесь есть такой еще нюанс называется приток воздуха вентиляции очень много зависит весь комфорт зависит насколько циркуляция то есть классика это кирпичная печь я правильно понимаю да кирпичная печь плюс хорошая вентиляция парной это кирпич плюс сруб плюс хорошей циркуляции плюс отличный мастер если все в комплексе будет хорошо и вы из такой бани не будете даже хотите выйти а когда делают термос нет ни выхода ни входа одна дверь там становится дискомфортно если еще металл нагревается он выжигает кислород дышать становится тяжело кислорода не хватает становится дискомфортно ну надо выходить искать какие-то моменты есть приточки принудительные с вентилятором разные моменты все по ситуации несколько заходов делать как правильно ну все зависит тоже от человека у некоторых здоровья не позволяет поэтому можно потихонечку побольше перерыва так в течение часа несколько заходов в принципе этого достаточно по 5-7 минут не борщить с температурой с мастером если заходите он всегда скажет что достаточно он сам чувствует по ощущениям когда выходите когда нужно еще остаться ну и вы тоже должны подавать признаки то есть если дискомфорт у вас какой-то начинается нужно ничего терпеть просто выходим все все понятно денис очень часто вы сталкиваетесь наверное развенчиваете мифы о парении чтобы вы хотели вообще порекомендовать всем тем кто может быть не знает о парении но просто любит баню какой-то опыт передать может быть рекомендации не мучить себя вот я не нужно слышала что вот эффект тигровой кожи наоборот считается что вот все как классно круто попали я сейчас внедряться медицину я могу не все объяснить да это надолго будет это неправильно не нужно до этого доводить это уже крайность то есть это стресс для организма вот мы с вами парились это было очень здорово ни у кого нет никакой тигровой кожи мы плавно прогрели все тело домики зверь из веников был меня денис пощадил достаточно было воды денис спасибо вам огромное супер ощущение вообще прям отдых блаженство благодарил благодарим вам за ваш труд спасибо огромное отдых усадьбе хвиновской водительской бассейн он градусов 26 25 здесь чуть-чуть потеплее газов 30 после парной массажа заходим хамам нагреться ну все